Всем привет! У нас сегодня такой большой поход запланирован. Сегодня мы побываем на бывшей базе подводных лодок. Она, естественно, заброшенная. Самый прикол в том, что сюда нет как таковой дороги. То есть оборудование, материалы, личный состав строителей, все это подвозилось с моря. То есть наша задача сегодня проложить какой-никакой маршрут, собственно, до этой базы. Ну и, соответственно, изучить ее инфраструктуру. Такие наши прекрасные виды Кольского полуострова начинали путь с опок. То есть там каменистые всякие вот эти курумники, камнепады. Идти очень тяжело. Решили спуститься пониже. То есть тут лес, болото, тундра. То есть, опять же, маршрут такой не самый легкий. Но, в общем, проверяем различные варианты, скажем так. Идти нам порядка 10 километров. То есть не по асфальту, опять же скажу, по альтундре, по лесотундре. Ну и чтобы найти ту самую базу. Двигаемся. Ну что, собственно, мы добрались. Потратили на дорогу. Там где-то около трех часов. Потому что где-то приходилось идти назад, чтобы пройти дальше. В общем, непредсказуемая местность абсолютно. Итак, смотрите, вот он залив. То есть, как бы да, это Баренцево море. Но, по сути, это вот начало Ледовитого океана. База располагается вот с той стороны. Видно два маяка или это створные знаки. Подъем поближе увидим. Да, затем вот видно там строение. Зумишь, да? Потом. Собственно, пляжик какой-то. Вот там сбоку стоит судно какое-то. Еще какая-то баржа. А там дальше, наверное, какой-то рыбный промысел. То есть, судя по состоянию воды, сейчас у нас отлив. Поэтому мы начнем с осмотра судна и двинемся вот так по берегу. Я так понимаю, там еще вот искусственная коса была сделана. И уже непосредственно туда к восковой части. Ну, красота, вот, да. Ледовитый океан, по сути. Сейчас помочь им ножке солененькой водички. Итак, подошли. Ты, кстати, знаешь, чем отличается корабль от судна? Нет. Корабль это чисто военный. Остальное все это судно. Траловый бот, по информации, найденной в интернете проекта 716, в 90-е, ну, при развале СССР был выкуплен не самыми добрыми людьми, то есть браконьерами. Ну, использовался для незаконного промысла. Вроде как есть история, что пограничники его сюда загнали, обстреляли, там вроде бы даже есть дырки от пуль. Собственно, и вот уже, по-моему, с начала 2000-х он вот здесь, последняя его стоянка. Но я предлагаю по краешку пройти, пока прилива нет. То есть там можно, в принципе, зайти, изучить. И попробуем найти, если там действительно дырки от пуль, или это какая-то байка. Ну, похоже, что начинается прилив. То есть туда уже не добраться. Но если приблизи, что мы видим? Ну, не знаю, есть какие-то... Дырок от пуль лично я, например, не вижу. Непонятно, короче. А хотя не вот это что? Нет, или стреляли в него действительно. Где? Ну, вот, видишь, где белая. Как будто там даже краска, видишь, так вот полопавшись. Ну, да, похоже. Только она не сквозная, как будто. Ну, вот, короче. Ну, есть такая байка. Ну, собственно, вот он тут все эти года и находится. В общем, пока шли сюда, еще обратили внимание, нашли кусок буровой штанги. И, соответственно, здесь, если посмотреть, да, то есть это не просто какой-то обвал. Тут, скорее всего, велись буро-взрывные работы. Может быть, делался какой-то защищенный командный пункт или защищенный склад в скале. Но если буровые штанги есть, если есть какой-то отвал, там еще выше он есть, соответственно, мы предполагаем, что, может быть, здесь есть какая-то штольня, шахта или что-то еще. Так что план такой. А вот там вот что такое? Нет? Просто палка какая-то? Не понятно? Похоже на штангу, но только длинная она сейчас слишком. Ну, короче, план такой. Сейчас обойдем. Не, вон, ну-то. Что? Вот кусок. Где? Где? А, я не туда смотрю. Слушай, ну, да? Сквозной причем. У-у-у! Ну, тогда точно по всем параметрам здесь есть какая-то выработка шахты, что-то еще. Я думаю, надо вот туда, вот прям там вот сверху, да, видно? Что что-то там происходило. Ну, давай, трубы. Буровой станок на гусеницах. На самом деле, первый раз так увижу. То есть я если... Ну, я вижу сейчас, виден современный. То есть там в подземке, как эта техника все устроена. Это огромные такие машины. А тут просто... Ну, он такой миниатюрный. Ну, естественно, весь уже заржавел. Ничего не работает. Ну, сам факт того, что... Ну, вот лично я, допустим, таких не видел. Посмотрите. Такая вот техника тут. Погоди, а мотор купил? Любопытная конструкция. Не знаю, мне кажется, что-то была стрела. Вот тут из всех, как он выглядел изначально. Не, ну, можно будет найти потом в интернете, ну, запостить. Ой, то есть запостить. Ну, найти, короче, картинку оригинала. А тут вот дальше, как я говорил, там... Ну, тут кустанки там лежат. Поднялись повыше. Как бы шахт еще не... Ну, тут как бы такими уступами идет. Может быть еще выше, кажется. Подняться? Пока непонятно. Тут вот она. То есть те отверстия в камнях, что мы видели, то есть вот она коронка. Как это все делалось. Это под водичку, да? Да. Чтобы не грелось. И вот это, как ты сказал, это называется? Чтобы не пылило. Вот это, что? Роток. Отдвижка. Ну, короче, вот элементы. Это буровой. Слушай, глядя на камни, вот видишь, от свечи, что? Может быть... Ну, тут как бы одно из двух. Либо это строился какой-то закрытый командный пункт, либо когда все это дело здесь начиналось... Ну, я уже позже расскажу, как бы, да, подробнее. Может быть, здесь просто под шумок какая-то геолога-разведка была, потому что, ну, камень-то он на самом деле, смотри, какой-то рыжеватый. То есть, не просто, допустим, вот, да, вот, смотри, там скала. Чисто, вот, серая, да, камень обычно. А тут вот... К сожалению, я не геолог, но... Смотри, я ключ как его увидел. Где? Коронку держать. Вот это? Да. А, нифига. Достанешь его? Ну, он прикипел. Блин, реально ключ. Офигеть. Слушай, такая маленькая буровая. А, его прокрутило. Да. Такая маленькая буровая и такой огромный ключ. Капец вообще. Слушай, ну, он такой же. Очень радует, очень радует то, что это место, как уже мы поняли, не в такой доступности, поэтому какие-то все равно вот артефакты здесь остались. И, ну, когда ты посещаешь такие заброшки, все-таки интересно, когда что-то осталось, что-то не разворовано, там, на металл, не напилено. Просто есть люди, реально, которые готовы десятки километров преодолеть ради вот какой-то вот такой наживы. То есть, ты ресурса больше потратишь, мне кажется, на все это, чем выхлоп будет. Там дорога, вот, видишь, как будто, да? Давай еще туда посмотрим, что там. Пока, Офиг. Да давай, ну, стоп. А, ну, давай. Слушай, ну да, вот, камень, ну, здесь. Что-то может. Вот, блин, погода уже, уже дождик небольшой прошел. Опять вышло солнышко. Единственное, кстати, чего, ну, я вот не до конца понял, это зачем вот нужна вот эта искусственная коса. Просто база вот этих, база лодок была недостроена. То есть, может быть, там хотели сухой док сделать. Хотя, если прилив, она, мне кажется, все равно все заливается. Короче, если есть какие-то эксперты среди зрителей, вот, единственное, чего я не понял, это зачем она нужна. Ты как думаешь? Не знаю. Не, я видел естественные косы, знаешь, там, у Новороссийских, в Крыму, вот, ну, на морях. А зачем искусственную? Ну, я думаю, кто-то из зрителей нам обязательно подскажет. А, ну, вон, там, по-моему, тоже такая буровасть. А тут, на другом, на противоположной стороне, она еще, как бы, немножко комплектной по стране. А, ну, просто я думал, вот, да, эти штанги ее держат. Это вот тут мотор, да, получается? был. Такое, я-то думал, он воздушный. А, такой электрический, а воздух. То есть тут еще какой-то... Или это вода подается? Мышла, да? Ну. Тим, а там-то просто этот шланг, он просто так уже не работает. Не, вот, вот этот шланг. Ну, вот он сюда под... А вот этот сюда подходит толстый, видишь? Слышишь, самолет, что ли, люди? Да. Ну, короче, вот, две штуки такие нашли, вон они. Штанги, комплект. Слушай, ну, интересная конструкция. Ну, реально, я вот видел буровые, ну, знаешь, там в Уралах есть, в Бухан, когда вот эти установки делают, ну, подземные, видела такой. Не, ладно, хрен с ним. А как его сюда доставили? То есть мы сейчас находимся на откосе, то есть это вот выработка тут дорог... Ну, погоди, как вы сюда доставили? Ну, я не знаю. А это еще остается вопросом. Сама заехала? Это как, если мы на обрыве находимся? Ну, короче, вот еще один уступ я предлагаю. Небольшой склон. Просто выглянем туда. Если есть шахты, пройдемся. Если нет, нам просто мы ограничены. Там говорят, перекроют ночью дорогу, по которой мы сюда, ну, приехали, прежде чем пошли. Поэтому выглянем, посмотрим, будем ориентироваться. Потому что, потому что имеется так. Такой тут небольшой откос на скале. Такая вот естественная смотровая площадка. Вода прозрачная. И там вот что-то есть. Что это у нас? Кузов самосвала. Кузов самосвала, да. Еще какая-то техника. А, так это остатки самосвала, похоже. Непонятно. Ну, вроде бы, да. Ну, видок, конечно, кайф. Все. Короче, видно бывший склад ГСМ, ну, там бочки, это ладно. Бетонка. Ну, это прям символ эпохи. То есть, никакой военный объект раньше без этого не обходился. Ну, и надо сказать, что, ну, она как бы, если ее обслуживать, она бы была еще, ну, в нормальном состоянии. Та самая искусственная коса. Вот там готовился какой-то причал. Блин, ну, самое вот интересное, посмотрите. Просто песочек. Можно сказать, океан. Ну, я предлагаю искупнуться, потому что, ну, мимо такого пройти просто нельзя. Погода сегодня жаркая, на удивление. Ну, вот просто красота. Вот, желаю, походишь. Так вот, никогда не перестаешь удивляться этим красотам нашим, потому что для понимания, да, зимой та же самая картина. Тот же песочек и незамерзающий этот залив. Смотрите. Может показаться, что это маяк, но на самом деле это немножко другое. То есть, да, два строения. И смотрите, видите, такой треугольничек. То есть, может показаться, что это маяк, но на самом деле это немножко другое строение. То есть, суть маяка в том, что его должно быть видно издалека. Эту вещь издалека не видно Это так называемый створный знак То есть это передний, там задний И можно обратить внимание, что на этом Вот белый треугольник Как бы уходит вниз А там он уходит вверх Ты зумишь там или так просто? Вот, суть в чем Что когда корабль или судно заходит В фарватер, то есть он должен Вот как бы две стрелочки Совместить, и тогда это Гарантия того, что ты точно как бы попадешь Ну, фарватер, то есть это такой Скажем так Ассистент парковки Помощник в парковке, ну если простым языком Говорят, то есть это не маяк Это немножко другое сооружение Открыт вход, там есть лаз наверх Но я думаю, что мы лучше поднимемся Вот на том дальней Потому что обзор больше И уже полностью охватим картину Короче Обнаружилась Печка, я так понимаю, что здесь Наверное была столовая Или что-то типа того На самом деле Сама инфраструктура части Уже в плачевном состоянии То есть В зданиях нет абсолютно ничего Все заброшено Голые стены Единственное, что вот сюда Вот мы еще видим Нашли вот Думали еще один створный знак А оказалось, что это еще одна Ну, точнее, не еще одна А водонапорная башня Тут вот Давай отсюда сразу покажи Не знаю, казармы Какие-то ветхие домики Вот Там видели трубы Соответственно, где-то рядом котель Наверное, есть Ну и По территории здесь еще пройдемся И двигаемся туда К второму створному знаку А так Запустение полное А, давай я здесь Кругой Там на улице Короче, в 60-х годах Когда был главнокомандующим флотом Горшков Соответственно, его инициатива была Построить здесь базу Для подводных лодок Нового поколения Спустя, там, грубо говоря Десятилетие Главком стал другой человек И просто стройка Ну, сначала была законсервирована А потом просто заброшена Поэтому Как такой базы Здесь не было Войсковая часть Гарнизон имел Имел номер 46 46 165 Ну и, соответственно Планы были грандиозные Но вот Новый начальник У него свои грандиозные планы Поэтому здесь все Собственно, и накрылось Ну вот Уже просто не то, что в аварийном состоянии Просто, можно сказать Их уже нету Этих домиков То есть территория Гарнизон На самом деле Не очень большая Вот, получается Столовая Совмещена была С чем-то Где-то там Котельная Ну и Казармы Ну, казармы Соответственно Все остальные Все остальные Необходимые здания Ну, печка осталась Прямо такие какие-то Капитальные Ну, а что это Вот это Наверное, котельная Думаешь, это Просто Трубы-то оттуда Начинаются Почему-то Блин, ну Я говорю С таким видом Я понимаю, что Служба, наверное В Советской Армии Это не отдых Ни разу Но Летом, конечно Когда ты срочник Такую красоту Повидать Наверное Было в кайф Пацанам Не во все Конечно Трайне Безопасно Стряди Вот так Загналочки Посмотримся Ну да Тут уже Разруха А, ну вон Вон, наверное, котельная Смотри Тут нож Каждый Заглубил Это здание Я думаю, да Ну, потому что Трубы-то вон там Они как раз Такие проходят Но сейчас Туда-то дают Порванем Вот тут Вон Провать Ну, казармы Да Такие прям Древненькие Суды Ну, 60-х Ну, это опасно Суды Порванем Ну, современная Осталь Вот так Ну, что я говорю про сам факт того что сюда ну дороги нет просто только море только морем ну как бы вот это вот так впечатляет конечно но соответственно вот остатки труб опоры под них конструкции ну и все все подводится к этому зданию подходит но скорее всего это и есть котельная пока что второе из ну второе кирпичное здание все до этого деревянные вон там трубок хитрый ну-ка не дорезали на игру осталось все нужно идет так смотреть и свежий техник когда но как обычно это вот как на тех печка мне кажется это типа секции какой-то от печки который нагревается что дмб 73 а город написано дмб 73 а вот тут что дмб 74 дмб 1974 погоди если человек не вернулся в 74 году если не служил на флоте пять лет ой три года значит призвался он 71 если ему в 71 было 18 ну грубо говоря это какой год каждый день должен быть 50 лет ну чуть старше наших родителей получалось сейчас ему сколько 80 ну уже дедушка да так что вдруг у кого-нибудь дедушка служил где-то на севере рассказывал может быть покажите мы видел может быть когда здесь он служил может это создавалась руками он он но судя по всему автопарк и какое-то еще вспомогательное здание и опять же он бочки наверное топливом ну с гсм короче истакада даже а истакада деревянная дачки ну да 72 год выпуска что-то эксплуатация а в смысле это не цистерна это же что это такое бензовоск нет а тут вон уголь это может битом плавить ну типа это не оттачки запчасть да не бензовозки похоже по форме блядь а сфоткать то я забыл выйдем сфоткать два бокса с метровой ямой получается два обычных наверно те кто на ремонте а тут дежурные дежурные машины ну тоже ничего ну вот там что ну сделаем вывод суммарно в общем поход но пока еще не занял но займет у нас но грубо говоря 12 часов то есть если вы желаете посетить сие места то лучше наверное иди сюда с палаткой вот ну в общем что посмотрели посмотрели горные работы посмотрели войсковую часть искупались в океане я считаю что миссия выполнена плюс одно такое нестандартное редкое место в копилочку на нашем польском полуострове ну и на прощание еще разок океан и 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